Мы все родами семьи. Семья это наши корни, колыбель человеческой истории. Созидание и защита семьи всегда определяло расцвет великих цивилизаций. И в то же самое время, крушение великих империй было связано именно с крушением семьи. Семья это категория емкая, включающая в себя огромный диапазон, начиная от глобальных исторических аспектов и заканчивая особенностями человеческого характера. Брак по любви и брак по расчету. В этой программе мы постараемся разобраться, стоит ли между ними знак тождества или все-таки это вещи разные. И еще, если вы на самом деле хотите знать, в чем состоит секрет настоящего мужчины и в чем состоит секрет настоящей женщины, я приглашаю вас на семинар «Брак и семья. Основные принципы». В этой программе смотрите. Когда проснувшаяся женщина узрела в мужчине проснувшегося мужчину, и между ними возник вот этот незримый контакт, вот с этого все начинается. Тема семинара «Брак и семья. Основные принципы». До того, как появились на этой земле королевство, царство, до того, как появилась на этой земле цивилизация, на этой земле, во-первых, существовала семья. Именно для семьи, именно для мужа и жены прозвучали эти слова. «Плодитесь, размножайтесь, владычествуйте и обладайте землей». То есть власть, владычество, рычаги управления над этой землей даны были не президенту, даны были не премьер-министру, даны были семье. Какова семья, таково и общество. Если семья крепкая, общество крепкое. Если семья слабая, общество слабое. Если нет семьи, нет общества. Крушение великих империй началось с разрушения и крушения семьи. Там, где нет деторождения, там нет реальной власти. Я говорю именно о национальном достоинстве. Я говорю именно о национальном влиянии. Мы, как латыши, мы хотим все-таки, чтобы Латвию уважали. Но если Латвия будет сокращаться, то о каком влиянии можно говорить? К великому сожалению, на сегодняшний день в этом отношении рекордсменами являются именно представители арабских народов. Их боятся, их ценят, перед ними сегодня трепещут. Почему? Они плодятся, размножаются. Поэтому они владычествуют и обладают землей. Они бросают нам вызов. Они бросают нам вызов, как насчет вас. Я не хотел бы сгущать краски. Я бы хотел, чтобы мы женились, выходили замуж, рожали детей и побольше. Когда я говорю об этой теме, у меня к женщинам, ну, просто особенное отношение. Потому что, ну, через них все. Через них грех вошел в мир. Через них и Спаситель Иисус Христос пришел в мир. То есть, все от женщины зависит. Вот что женщина захочет, то и будет. Я удивляюсь некоторым девушкам, которые говорят, не могу замуж выйти. Не могу замуж. Если ты захочешь, ты выйдешь замуж. Ты просто не хочешь. Вы знаете, в чем заключается секрет? Секрет настоящей женщины. Когда в женщине просыпается женщина, вот тогда все, держись. Когда в мужчине просыпается мужчина, вот тогда начинается самое интересное. Вы знаете, когда проснувшаяся женщина узрела в мужчине проснувшегося мужчину, и между ними возник вот этот незримый контакт, вот с этого все начинается. Сегодня так много девушек, которые не могут выйти замуж, потому что женщина в ней спит. И наша задача – разбудить эту женщину, чтобы она стала интересной, азартной, чтобы она стала привлекательной. Именно такой Бог ее и сотворил. И мужчина, он тоже должен быть джентльменом, он должен стать рыцарем, благородным человеком, который на самом деле может быть крышей, может быть защитником, может быть покровителем. И как кто-то однажды высказал, да здравствуют мужчины, при желании они могут достичь всего на свете. Да здравствуют женщины, при желании они могут добиться любого мужчины, который в жизни может достичь всего на свете. Если бы женщины до конца поняли, какой властью они обладают, тогда бы победа была бы неизбежной. Мужчина говорит о женщине все, что ему вздумается, а женщина делает с мужчиной все, что ей вздумается. Ищите женщину, говорят все мудрецы. Вот мы вас и ищем, чтобы помочь вам состояться. Знаете, женщины на самом деле сильные личности. Я вспоминаю, как однажды я в Киев летел, в Киеве должен был лететь в Харьков. И когда мы прошли через спецконтроль, мой мобильник, к сожалению, оказался в руках какой-то немки, а ее мобильник оказался у меня в руках, потому что они все Нокия и все серебристого цвета. Я очнулся, когда мы уже прошли паспортный контроль, я ждал автобуса, чтобы сесть в самолет. И в это время зазвонил телефон. Мелодия была совершенно другой, не моей. Алексей, я слышу, звонит пастор Андрей Тищенко, говорит, Алексей, какая-то женщина, немка, говорит, держит в руках твой телефон. Меня как кипятком ошпарило. И что делать? Я прибежал к работнику аэропорта и попросил, говорю, слушайте, а вы могли бы вернуть мою мобильник? Он говорит, все, успокойся. Мужчины не видят никакого выхода. Все, ты опоздал, думать надо было. Я тогда к женщине обратился. Я говорю, миленькая, пожалуйста, вы могли бы что-то сделать? Это же, понимаете, пол жизни теряешь. Столько номеров, головные боли. Помогите, пожалуйста. Ой, не знаю, сейчас по рации. Пожалуйста, там, львовский самолет. Трап уже отогнали. Я говорю, миленькая, пожалуйста, ну что здесь? Иди, садись в автобус, пока ты не опоздал вообще на свой самолет. Вот мы уже подъехали на автобусе к самолету. Пассажиры заходят в самолет. А я подхожу опять, вцепился в эту женщину. Сказал, я не уйду. Не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. Я говорю, пожалуйста, ну что-нибудь, родная, сделай, пожалуйста. И у нее что-то в сердце оттаяло. Я ей даже 50 долларов дал. Ну, пожалуйста, сделай. Она говорит, сейчас что-то придумаем. Там, где мужчины не могут ничего придумать, женщина, она обязательно придумает. Там вот есть X-файлы. Я стою возле самолета. Все пассажиры зашли. Передо мной стоит двухметровый пилот. И говорит, заходи в самолет. Я говорю, нет, не зайду. Как не зайдешь? Я говорю, я телефон жду. Меня твой телефон не интересует. Он меня готов был вот просто за шкирку взять и затащить в этот самолет. Я говорю, не пойду. В иллюминатор на нас смотрели, как на шоу. Тарапунька со штепселем. Что-то там бодаются, тягаются. Я из-за твоего телефона опаздывать не собираюсь. Я говорю, а я его терять не собираюсь. Что такое вера? Ты стоишь, отдал 50 долларов и свой телефон. И веришь, что эта женщина что-то сделает. Что вы думаете? Эта женщина на полчаса задержала два самолета. Это вам не то, что в горящую избу войдет и какую-то лошадь остановит. И эта женщина остановила два самолета. Эти пилоты двухметровые, они ничего не могли сделать против одной женщины, которая захотела. И через полчаса торжествующая женщина подъезжает к торжествующему мужчине и говорит, у нас получилось. Я ее обнял. Какая ты молодец, пилот. Заходи! Я говорю, вот теперь я зайду. Хочу, это движущая сила нашей истории. Вопрос, хочешь или не хочешь, то все сделаешь. Дальше. Три бабушки сидят и разговаривают между собой. Разговаривают о мужчинах. И одна говорит, ну что я про своего скажу? Мой пил, пил, спился. Вторая. А мой курил, курил, скурился. А третья, самая блаженная, бабушка сидит. А мой скончался. И я желаю всем мужьям пройти этим путем. Потому что они в старости, сочные, плодовитые. Я вот уже живу 25 лет, и вы знаете, я не понимаю в женщинах некоторые вещи. Вот скажет моя жена, мы сидим дома, она мне, Алекс. Я говорю, что? Через некоторое время, Алекс. Я говорю, что? Третий раз, Алекс. Я уже не отвечаю. Она мне, ты что, глухой? Я не понимаю, кто из нас глухой? Непонятно еще одна вещь. Когда смотрим телевизор, я не понимаю, зачем грызть семечки? Звук такой отвратительный. У меня начинает просто лихорадить все. Я уже эти семечки прячу. Куда только могу. Однажды просто в мусорное ведро высыпал. Скандал. И вот одно не поймаю, что ей, что она любит больше, семечки или меня? Звучит один и тот же вопрос уже в течение многих-многих лет. Где носки? Внизу, стиранные. Я опускаюсь вниз, гора носков, без очков, вроде два черных, одел. Я делаю программы телевизионные. Когда я делаю, я люблю так, в кресло откинувшись и ноги на стол вот так вот положить. И я сижу, и вот с моим оператором работаю, с Денисом Машканом. Говорю, ну, давай этот синхрон туда подставляй. Говорит, пастор Алексей, у вас носки разные. Я же сейчас мода такая. И еще, я не понимаю, если у жены имеется свое мнение, зачем ей мое? Особенно, если оно не совпадает. Ходим по магазинам. Для меня эта тема особенная. У меня тут же появляется мигрень, чувство загнанности, особенно, когда магазин большой. И особенно, когда еще тебя, как эксперта, спрашивают, ну, как? Мои ответы всегда такие, ну, стандартные. Говорю, ну, ничего особенного. Ты ничего не понимаешь, это модно сейчас. Через минуту сно. Ну, как? Подходит. Отлично, говорю. А, тебе лишь бы болтать. Я за счастливые семьи, я за счастливый брак, я за разумный и ответственный подход к созиданию брака. Я прагматик. И я считаю, что благословенным брак может быть, как только по расчету. Когда ты учитываешь возрастной уровень, когда ты учитываешь духовный уровень, когда ты рассчитываешь социальный уровень, знакомишься с собой и сопоставляешь себя с другим человеком, разве это не расчет? Есть принцип соответствия. Вот вороны должны летать с воронами. Орлы должны летать с орлами. Воробьи должны летать с воробьями. А с петухами должны кукарекать курочки. И у них будет все классно. Хуже всего, когда ты знакомишься с кем-то, не познакомившись с самим собой. Если ты курочка, ищи петушка. Потому что, если ты курочка, претендуешь на орла, в орлином гнезде тебе будет очень неуютно. Именно соответствие определяет нам взаимность. А взаимность это источник наслаждения. Там, где нет расчета, очень часто бывает катастрофа. Соответствие это расчет. Когда Бог сказал, что сотворим человеку помощника, соответствующего ему, это уже расчет. Не знаю, для меня это было бы невыносимо, если бы я приходил домой и делился своими впечатлениями, какая была конференция, какие были семинары, какие были встречи у меня с такими людьми. И моя жена говорила, а мне пополам это все. Когда интересы одного игнорируются другим. Так вот расчеты заключаются, насколько я со своим миром, со своим увлечением буду интересен моему партнеру. Насколько ее интересы будут волновать меня. Жить в параллельных мирах в браке это катастрофа. Отсюда начинается измена. Потому что каждый человек тяготеет к пониманию. Каждый человек тяготеет к оценке своей работы. И если жена не будет главным экспертом того, что делает муж, обязательно этот мужчина найдет другую женщину, которая начнет его понимать лучше. Именно соответствие, взаимопонимание является основополагающим фактором. Если у меня неудача какая-то, я рассчитываю, что моя жена поймет, и именно понимание оно исцеляет. Непонимание оно разрушает. Оно уничтожает и оскорбляет. Но именно в условиях взаимопонимания мы можем обрести большой комфорт, большую защищенность и большое счастье. Тема семинара «Брак и семья. Основные принципы». Мы часто получаем письма. И судя по содержанию этих писем, становится понятно, что несоответствие оно очень часто носит угрожающий характер. Я хочу вам, вашему вниманию, предложить это письмо как крик, письмо как вопль. Пастор, обращаюсь к тебе, потому что верю, что молитва, заступничество имеет силу достигать Господа, несмотря на степень греховности подзащитного. Постараюсь быть очень кратким. Моей жене 38, мне 44. В 99-м году она покаялась в такой-то церкви, такого-то города. Через пару месяцев покаялся и я. Через 4 месяца после своего покаяния жена отступила и стала выпивать. Сказала, что я не ее судьба. Затем она стала встречаться с разными мужчинами. Когда я уверовал, то всем сердцем ухватился за Господа и стал меняться. Мы даже молились вместе с ней. И когда она объявляла, что не нуждается во мне, я почти потерял почву под ногами. Я уговаривал ее, объясняя, что Господь возродит любовь, взывал к Богу, но она все больше и больше меня ненавидела. По любви или по расчету? Мы духовные люди и мы должны производить духовный расчет, а не материальный. Расчет со знаком минус. Это когда существует корысть, когда существует финансовая зависимость. Но если ты рассчитываешь на баланс, на взаимный, стабильный фундамент семьи, то здесь нужно посчитать издержки. Строишь ли башню, как Иисус говорит, посчитай издержки, познакомься с его историей, познакомься с его родителями, посмотри, какой породы этот человек. Здесь, вероятно, была некая неразборчивость. У нас двое детей. Жили мы в материальном достатке. Я бизнесмен. Пытаясь восстановить семью и отношения с женой, я делал все, чему был научен в Господе. Искал все возможные средства, пост, молитва, исповедание вере, святость. Даже зная, что она напрямую блудит, я верою относился к ней, как если бы она была для меня идеальной женой. Не отказывал ей ни в чем. Но она с насмешками, оскорблями в мой адрес уходила каждый вечер к очередному любовнику и хвасталась, что она стала популярной среди мужчин. Конечно, крупно не повезло этому человеку. Кроме того, она впала в сильную алкогольную зависимость. Надо было с ней хорошо познакомиться, ведь алкоголизм, он не возникает просто на ровном месте после двух месяцев свадьбы. Продолжается это до сих пор, стала агрессивной, не раз бросалась на меня, я тоже не идеальный, в ответ ругался, потом каялся. У нее бывали просветления, бывали хорошие дни в наших отношениях, но в церковь она не шла. Как-то привез один раз я из-за границы оригинальное золотое кольцо, и через несколько дней она не пришла домой ночевать, а утром пришла без кольца. Я мирно, но требовательно добивался ответа. Она сняла его, чтобы не царапать кожу своей лесбийской подруги, а утром она его уже не нашла. В общем, несколько месяцев назад я объявил ей, что согласен развестись, и перестал ее финансировать, но она остается матерью моей дочери и своего сына от первого брака. Дети видят, как она пьет, ей звонят мужчины, она уходит по ночам и иногда не возвращается даже и утром, не кормит и не провожает детей в школу. Когда она настойчиво отвергала меня, я пытался познакомиться с женщиной, и когда та через знакомых позвонила мне, чтобы встретиться, моя Наталья, подслушав по параллельному телефону, приготовила кастрюлю кипятка, вызвала меня из комнаты, и когда я выходил, она плеснула мне в лицо. Я попал серьезными ожогами глаз, лица, шеи, рук в больницу, но в ответ ей даже плохого слова не сказал, и в дальнейшем не ответил плохим, покрыл это любовью, думал, ну уж теперь-то она сокрушится. Она ходила ко мне в больницу, кормила из ложечки, когда долечивался дома, ухаживала, но при этом уходила по вечерам. Я прошу вас, пожалуйста, помолитесь. Я долго думал об этом, и еще раз возникает глубокая ревность о том, что каждый человек, который приходит к Богу, он должен не только познакомиться с прощением грехов, он должен познакомиться не только с исцелением, но он должен познакомиться с глубоким очищением от демонической зависимости. Естественно, мне осталось только посоветовать найти ту церковь, где там на Украине, которая занимается служением освобождения. Человек это дух, душа и тело. У человека есть потребности духовные, душевные и физические. И вопрос в том, насколько в браке эти потребности будут удовлетворены, настолько брак будет счастлив и крепким. Насколько женщина способна удовлетворить мужа на духовном, душевном и физическом уровне, насколько муж способен удовлетворить жену на всех этих трех уровнях, настолько брак будет счастливым и благословенным. Тема семинара «Критерии соответствия при выборе партнера». Итак, семья – это не то, что придумали люди. Семья – это то, что создал Бог. Главный архитектор строительства семьи – это творец. Брак – это воля Божья. Прежде чем появились люди на земле, прежде чем появился Адам, прежде чем появилась Ева, Господь планировал историю человечества на планете Земля. Семья – это исток человеческой истории. Если семья надежная, крепкая, значит, общество будет крепкое. Бытие 2.18 «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника соответственного ему». Нехорошо быть человеку одному. Бог сотворил человека не для одиночества, Бог сотворил человека для общения. И дальше сотворим помощника, соответствующего ему. Жена – это помощник. Помощь реальная лишь при условии соответствия. Несоответствие – делать неспособной помощь. Поэтому Бог сотворил Адама, ему он дал великое поручение возделывать землю, охранять Эдемский сад. Бог дал ему заповедь плодиться, размножаться, владычествовать, обладать землей, то есть быть хозяином этой земли. И один человек на это не способен. Вся власть, управление на земле принадлежит семье. Господь оставил заповедь плодитесь. В одиночку этого невозможно. Размножайтесь, владычествуйте и обладайте землею. Проще говоря, обетование, власти и владычество принадлежат семье. Итак, брак – это воля Божья. Семья – это исток человеческой истории, это фундамент любого общества и инструменты влияния и владычества. Одиночество – это уничтожающая сила. Но Бог сотворил человека для коммуникации. Дальше. В одиночку мы не сможем справиться с теми задачами, которые дает Бог, какими мы гениальными способностями или не обладали. То есть, жена изначально Богом рассчитана как помощник, а помощь реальна только при условии соответствия. Соответствие – это созидающая сила, а несоответствие – это разрушительная сила. Вот почему, когда мы говорим о выборе партнера, нам необходимо знать, насколько мы соответствуем друг другу. Итак, какие же этапы предлагает нам Господь? первый этап – это выбор партнера. Значит, здесь уместен тезис. Прежде чем знакомиться с будущим супругом, необходимо познакомиться с самим собой. это самоопределение, то есть ответ на вопрос «Кто я?» Мы должны себя оценить интеллектуально, духовно, мы себя должны определить, хотите или не хотите, социально, мы должны определить себя во всех отношениях, создать свой собственный портрет. Это твои духовные способности, социальный, финансовый, хотите или не хотите, возраст, и все это в совокупности создает свой собственный портрет, потому что относительно моих ресурсов, относительно моего потенциала, я буду искать соответствие. Именно собственный потенциал создает шкалу ценностей. Я должен знать, на каком уровне жизни я нахожусь. Хотите или не хотите, вся жизнь разбита по уровням. Есть люди, которые находятся на топовых уровнях, есть маргинальные уровни, есть среднего достатка, есть высокого достатка, хотите или не хотите, на каждом уровне своя культура, на каждом уровне свои требования, на каждом уровне существуют свои стандарты. И мы должны знать цену себе. То есть реальная самооценка. Относительно своего потенциала я буду уже определять систему ценностей, шкалу ценностей. Относительно себя я хочу определять принцип соответствия, потому что каждая птица должна выбрать представителей из своей стаи. Повторяю, орлу намного легче и естественнее будет связать свою судьбу с орлицей. Все, это Божий замысел. Сотворим человеку помощника соответствующего ему. Мы должны знать свою породу, чтобы мы породу своему могли определить каждой твари по паре. И следующий пункт возлюбить себя. Если ты хочешь кого-то возлюбить, ты должен прежде возлюбить себя. Если ты себя презираешь, откуда ты взял, что тебя кто-то любит? Только если ты себя любишь, ценишь и уважаешь, вот тогда тебя будут ценить, любить и уважать. Потому что эта заповедь дана Господом. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Я могу любить ближнего только после того, когда я возлюбил самого себя. Это не гордость и внимание величия, это достоинство. Возлюбить себя, это значит иметь здоровое чувство собственного достоинства. А если тебе за себя стыдно, еще рано замуж выходить. А если ты еще стесняешься как поздороваться, прищей свои стеряешься, значит еще рано повзрослей, мы должны представить себя как солидную, достойную, самодостаточную личность. И тогда с такими людьми легко жить. Тема семинара «Критерии соответствия при выборе партнера». С чего начинается выбор партнера? Прежде чем знакомиться с будущим супругом, тщательно познакомься с самим собой. Самопознание. Потому что относительно своих ресурсов ты будешь определять уже шкалу ценностей или принцип соответствия. Создать свой собственный портрет. Необходима реальная самооценка. Ты должен составить свой портрет, как минимум, в какую церковь ты ходишь. Все начинается с духовных понятий. Когда мы говорим, какая разница, он там в баптистскую церковь ходит, а я там в католическую. А разница в том, что однажды все будут либо в католическом, либо там, либо нигде. И причем этот выбор потом после брака будет даваться ценой великих сражений. Потому что самые затяжные и опасные войны это духовные. Вот почему необходимо сразу вычислять и составлять вот этот собственный портрет. Свой собственный потенциал помогает нам составить шкалу ценностей. То есть кто мы есть. Вы должны знать кто мы. можем пропустить свои исторические шансы. Каждая птица должна выбрать представителей своей стаи. Вот хочешь ты или не хочешь ты должен знать цену самому себе. Все. И свой товар ты должен продать по своей цене. Прежде чем любить кого-то я должен возлюбить самого себя. Если ты себя не уважаешь тебя никто не будет уважать. Потому что комплекс неполноценности делает человека ущербным. комплекс неполноценности делает человека жалким. Человек кому-то что-то всю жизнь доказывает. А доказывать ничего не надо. Будь и все. красивый. А тебе не надо ты будь красивый. Человек с разрушенным достоинством пытается доказать что он умный. Доказывать что он духовный. Доказывать что он процветающий. знаете это мучительная жизнь. Всем все доказывает. Ты будь тем кем ты есть. И все в порядке. Расслабься и вокруг тебя все расслабятся. Потому что эти ущербные люди всех раздражают. Потому что они хвастаются постоянно. И никогда никто тебя об этом не просит. Ты постоянно как-то болезненно реагируешь на любое там критическое замечание. Ай меня обидели. Успокойся пошутили просто. Что с тобой? Если ты себя любишь ты будешь любить и других. Только тот кто любит себя он может любить других. Я не говорю об эгоизме. Я еще раз говорю что мы вывели этот пункт как раз после того когда мы реальную самооценку создали. И что такое возлюбить себя? Это благодарность Богу за все то что Он дал тебе. Твои таланты способности твои внешние данные внутренние данные духовные какие угодно. И этим самым я говорю Бог спасибо тебе что ты меня не обделил. Раньше я страдал что вот рост у меня вот вы знаете метр с кепкой ну как бы вот мне быть метр восемьдесят пять там например но потом я увидел оказывается счастливых людей моего роста вот так надо самому себе объяснить содержание человека намного важнее чем его внешность перестаньте конфликтовать с самим собою найдите гармонию с самим собою полюбите себя полюбите такими какими вы есть выбор партнера хотите или не хотите это духовное решение дух это интуиция совести подсознания и здесь я бы хотел как раз отметить первых две составляющие это интуиция и совесть еще которая должна контролировать и здесь уместен очень важный тезис в данном случае любовь без взаимности это наказание а взаимность без любви преступление любовь без взаимности это наказание ты любишь взаимности нет ты казнишь себя это жуткие переживания жуткие ощущения но это не так страшно ты можешь просто вовремя потом уйти с этой скамьи подсудимых зачем тебе это все нужно но страшнее всего когда взаимность без любви ты знаешь что нет любви зачем ты встречаешься ты знаешь что нет любви зачем ты делаешь подарки если ты знаешь что нет любви зачем ты морочишь голову а потом бросишь и скажешь ну я так просто пошутил сколько вот таких брошенных разбитых судеб сколько разочарованных девчонок сколько разочарованных парней которыми играли любовь это не наказание и не преступление любовь это взаимность и счастье нашими эмоциями управляет Бог. Никогда не стесняйся перепроверять подлинность своих чувств на уровне подсознания. Окей, тебе показалось, что человек проявил к тебе какую-то симпатию. Но это не означает, что это уже гарантия, что у вас будет свадьба. Чай попил, изволь жениться. Я думаю, что здесь нужно тормозить вовремя. Пока не ёкнет не твое. В этом плане быть перестраховщиком это не унизительно и не оскорбительно. Запомните, что любовь никогда не перестаёт. Любовь не вспышка. Любовь – это глубокое, чёткое чувство. Что может ожидать на пути к браку молодых людей? Первое. Гипертрофированная благодарность за внимание. Освободись от комплекса неполноценной. и не преувеличивать то внимание, которое оказал тебе твой ближний. Вторая уловка или ловушка – это побег из родного дома. Молодые люди используют брак как шанс вырваться из неблагополучной семьи. Это как выход из огня. И первый кавалер как освободитель. Третья воронка – это жалость. Любовь и жалость – это не одно и то же. Человек просто ущербный. Человек как-то забитый. Понятно почему. Из какой-то семьи. И тебе становится жалко этого человека. И ты говоришь, слушай, пожалею-ка я его и выйду-ка я за него замуж. Запомни, ты сейчас пожалеешь, выходя за него замуж, он тебя в браке не пожалеет выкинуть из своего брака. Но что жалость – это бесы. Если ты хочешь помочь, ты должен быть милосердным и сострадательным. Он курит, он пьет. Я замуж выйду за него. И, может быть, тогда моя любовь вытащит его. И если ты веришь, что Бог может чудо совершить его жизни, вот молись, пусть он освободится до брака. Не используй брак как рычаг для того, чтобы изменить характер человека. Любовь с жалостью ничего общего не имеет. Жалость – это попытка без любви восстановить отношения. Когда нет любви, жалость создает имитацию любви. Следующее. Холодный корыстный расчет или компромисс. Когда в первую очередь учитываются финансовые, социальные интересы, карьера и обеспеченность. То есть вот в данном случае расчет со знаком минус. Следующая уловка или воронка. Соображение критического возраста. Спешка. Страх остаться одной. Скоропоспешные решения приведут к скоропостижному браку. Я понимаю, что кому-то 28, кому-то 33, кому-то 38. Но запомни, что если ты из-за страха остаться одной, выходишь замуж, то ты потом будешь вспоминать, насколько ты была счастливой, когда была одна, чем сейчас, в таком возрасте, оказаться в каком-то рабстве, под каким-то насилием и в условиях жесточайшего террора. Перед тем, как придет правильный человек, дьявол обязательно позаботится, подставить перед тобой неправильного человека. И этот неправильный человек как будто иллюзия ответа на твои молитвы. Дальше. Показательная месть. То есть, у тебя произошел неудачный роман. У тебя была неудачная связь. Планировали с кем-то, и ты всем уже сказал или сказала, что вот у вас будет все классно, у вас будет уже свадьба и все. И вдруг облом. Разрушаются отношения. И ты ради гордости, ради престижа сказать, ну и что, не ты, так вот ты. И ради того, чтобы доказать кому-то или отомстить кому-то, ну ты думаешь, что у меня ты единственная. Я вот могу еще и вот сделать другой выбор. И когда мы вот так играем, жонглируем людьми, знай, что этот цирк закончится тоже очень плачевно и очень печально. Дальше. Непредсказуемость или колдовство. В мире существует колдовство. Очевидно, несоответствующие люди. Очевидно, они не подходят друг к другу, но они, они вот находятся друг с другом. Признак колдовства. Когда они вместе, они терпеть друг друга не могут. Когда они разошлись, они сохнут друг по другу. Это мучение. И когда они вместе, это мучение. И когда они в росте. В одной семье было много братьев, это на Украине было. И по соседству жила одна семья. Знаете, женщина-инвалид. Женщина-инвалид. У нее были какие-то, она была как уродец такой вот. Тело, маленькие ручки, ноги какие-то сухие. Она просто сидела. Ее как женщину воспринимать, ну просто это, это невозможно. Что вы думаете, пятнадцатилетний мальчик, вот из этой большой семьи, он стал ей помогать, ну как, молодежь ходит же, помогает. И вот раз их застукали в постели. Ему говорят, ты что, больной? Ты что делаешь? Я полюбил ее. Его, ну как сказать, братья отвели, как полагается, врезали. Ты что, делаешь? Ты что, над ней издеваешься? Или как? Что вы думаете? Он такую цену заплатил, его били, его отговаривали, он два или три года клялся, что он ее любит, женился. Женился нормальный, красивый парень в 16 или 18 лет. Все, и рядом вот этот инвалид. Они приехали из Украины в Ригу. Как это понимать? Это просто бесовщина, это колдовство. Потом они уехали в Америку, и там он повесился. И там он повесился. А она продолжает сидеть на кровати и колдовать. Мы должны с вами чувствовать, почему этот парень попался? Да потому, что отсутствует духовный рецепт, духовный фактор, отсутствует духовная антенна. Ты вообще не рубишь, кто рядом с тобой, что ты делаешь? Не разум, и разум отключен, и эмоции отключены, и дух отключен. Вот это есть колдовство. Пусть Бог поможет нам не ошибиться, потому что Бог за счастливые семьи, Бог созидает дома, и Он дает нам именно этот сценарий, или дает нам этот строительный план. желаю, желаю, чтобы каждая девушка в новом поколении она могла слышать голос Божий. Желаю, чтобы каждая девушка, слышащая голос Божий, могла встретиться с таким же парнем, который знает Бога, который служит Ему. Пусть духовные встречаются с духовными, пусть бездуховные встречаются с бездуховными. Не надо брак использовать как средство спасения. Никогда такого вы не встречаете в Библии. Брак создан для другой цели. Спасение можно делать в церкви. Спасение можно осуществлять на ячейках в мире, но не надо использовать семью. Семья это что-то другое. Это совершенно другая институция. Прежде чем знакомиться с будущим супругом, тщательно познакомься с самим собой. Создай свой собственный портрет, реальная самооценка. Свой собственный потенциал поможет составить шкалу ценностей и баланс соответствия. Каждая птица выбирает представителей своей стаи. Прежде чем возлюбить ближнего, мы должны возлюбить себя и разрушить комплекс неполноценностей. Храни нас Господь, чтобы мы не попали в эти ловушки, а прошли правильным путем и встретили своего принца. тема семинара преодолевая несоответствие. Выбирайте представителей своей стаи и не ошибетесь. Если говорим о религиозном воспитании, то здесь конечно люди делятся на людей идейный, на идейных представителей, ну которые вот просто вот крест просто за эту икону, они могут, ну я не знаю что сделать. А есть такие условные. Так вот изучать надо если два религиозных которые скажут ну какая разница в православную церковь или протестантскую церковь это не страшно. Но есть идейные элементарный вопрос наступает воскресенье. Жена идет в православную, муж идет в протестантскую. Долго так мы не походим. Семья развалится из-за элементарных несоответствий на религиозной почве. Лучше два православных. Лучше два против... Я не говорю что там лучше или здесь хуже. Я говорю лучше соответствие. Мы не говорим какая церковь лучше в данном случае. Мы в данном случае говорим что соответствие лучше чем несоответствие. Окей. Ты скажешь Алексей подожди ну а как быть если мы дружили дружили а потом я покаялась например а мой муж еще не покаялся какое же здесь соответствие нормальное соответствие вы начали будучи неверующими если кто-то из неверующих уже сделал шаг в сторону церкви молись чтобы Бог позволил твоему другу сделать такой же шаг к нам в церковь ходил мужчина и он рассказывал знаете как мужики любят собираться ну и трепаться про свои любовные похождения обычно всегда здесь свои жены это такие дуры конченые а вот любовницы там ну вообще перфект и все и вот как правило каждый свою жену топчет и рассказывает о своих любовных похождениях и этот человек однажды встал во весь рост и сказал а я вот расскажу про свою жену и рассказал и у всех рты закрылись они были оба можно сказать в мире неверующих и потом она эта женщина пришла в новое поколение она пришла в новое поколение и эта женщина говорит конфликты скандалы с мужем вообще никакого взаимопонимания и никаких не знаю никаких общих точек соприкосновения и когда моя жена консультировала ее она спросила а ты завтрак готовишь своему мужу а что у него рук нету что ли сами а ты когда-нибудь восхищаешься им вообще вот как таковым а в чем ты ходишь в квартире в доме ну как в чем нет нет расскажи мне пожалуйста и выяснилось очень много вещей что оказывается люди приобретают товарный вид только тогда когда они идут на работу для других прически для других элегантная одежда для других товарная походка а когда домой приходит какой-то там рваный халат приехали я дома расслабилась после этого женщина получила несколько консультаций от моей жены и вот что рассказывает рассказывает этот мужчина своим коллегам по работе которые унижали своих жен да вы что у меня жена это вообще принцесса да ты че ну это не принято в нашем мужских кругах ну как бы на эту тему ну как не принято я расскажу обычно жена спала до обеда я зарабатываю деньги сам стою короче сам играю сам пою сам билеты продаю готовлю свою одежду готовлю завтрак и так далее и вдруг говорит однажды рано утром кто-то будит меня то что за 15 лет никогда не было я открываю глаза жена вставай дорогой пора на работу оба на что-то подозрительное знаете когда привычки ломаются первая реакция подозрительное здесь что-то не так а может быть что-то так вставай я приготовила тебе завтрак он говорит у меня чуть ноги не подкосились я встал дымится мое любимое блюдо все как полагается я быстренько душ сел кушаю она подошла в такой полупрозрачной газовой накидке у меня почти с утра началось она стоит рядом со мной положила руки на мои волосы такие у тебя красивые волосы я поворачиваюсь может мне на работу не надо идти она говорит не дорогой надо надо иди на работу а что тебе приготовить к вечеру я обалдел в конец за 15 лет вообще такого не было я говорит когда ушел я когда ушел на работу я весь день думал что случилось к добру или не к добру вообще что за дела такие я привык в семье быть бабылем просто отдельно вот параллельные миры я прихожу вечером она стоит такой легкий беспорядок на голове романтический такой сексуальная такая жена такой наряд вы что думаете только проститутки должны обольщать своих клиентов жены должны обольщать своих мужей и вот она начала это искусство она стоит такая чуть не будет у нас что день рождения сегодня нет и потом я сел ужин слушай а теперь давай по честному а теперь давай по честному что случилось он говорит а я в церковь новое поколение хожу я понимаю что в данном случае это птица одной стаи но вопрос культуры вопрос этики вопрос правильной стратегии в своей семье легко позволит тебе достигнуть соответствия мне часто задают вопрос правомерно ли правомочно ли иметь интимную жизнь верующей жене с неверующим мужем ведь там могут бесы и все такое быть у меня ответ категорический и принципиальный апостол павел в послании к коринфянам говорит что неверующий муж освещается женою верующей если ты по-настоящему верующая и полна духа святого не бесы от неверующего мужа в тебя перейдут а дух святой от тебя перейдет к неверующему мужу и твоя святость и твоя праведность будет освещать неверующего мужа а если у тебя такое помазание что она слабее этих бесов какая ты верующая и павел не говорит что неверующий муж оскверняет жену верующую нет он говорит верующая жена освещает мужа неверующего говоря о духовном родстве мы говорим о религиозном воспитании или о принадлежности какой-то церкви просто если вы знакомитесь первый вопрос не стесняйтесь задавать в какую ты церковь входишь во что ты веришь потому что вера это фундаментальные жизненные убеждения с которыми либо ты будешь бороться либо в интерьер которых ты спокойно впишешься вы знаете это классно когда муж и жена либо одна сатана либо муж и жена это новое творение во Христе Иисусе зачем обрекать себя на пожизненную гражданскую войну переубеждая своего мужа или свою жену в каких-то базовых фундаментальных религиозных вещах зачем если жизнь наша разбита на уровни выбирать человека своего уровня тогда не надо тебе перевоспитывать кого-то и кому-то не надо будет тебя перевоспитывать брак это не перевоспитание друг друга а жить в кайф жить в наслаждение не мучить друг друга не летить друг друга а жить в наслаждение семья это едем на земле а для наслаждения необходим именно этот фактор соответствия у меня три дочери и я дал несколько заповедей своим дочерям какими критериями пользоваться при выборе партнера хотел бы поделиться с вами может кому пригодится значит моя первая заповедь я всем и Маше и Тане и Насте говорю имейте ввиду мне не нужны просто красивые но тупые парни я хочу чтобы все мои зитя были духовными людьми чтобы они были служителями мы должны свою генетику защищать второе ваши парни должны быть старше вас хотя бы на 3 4 даже 5 лет это нормально когда муж старше своей жены возрастной критерий немаловажен если он глава если он должен отвечать за семью финансово духовно во всех отношениях он должен быть старше третье он должен быть хоть чуть-чуть умнее вас он должен быть чуть-чуть духовнее он должен быть головою ну насчет красоты это о вкусах не спорят кому-то качки нравится 6 шашечек а кому-то одна шашечка нравится здесь я толерантный главное чтобы был мужчина дальше важно чтобы он был финансово обеспечен мою бытность если даже у меня не было денег у меня они были я всегда покупал цветы я всегда делал угощал я всегда как бы это было нормально когда парни добивались девушек сейчас все поменялось сейчас девушки платят девушки угощают девушки туда девушки сюда а парня как трудни что за дела я однажды помню пап дай 10 лат пап дай 15 лат я говорю зачем ну мы там вот с ребятами идем в старую рыбу я говорю подожди вы их приглашаете или они они нас приглашают я говорю а зачем тебе 10 лат я не скупой но это ненормально когда девушка ведет парня угощает и все что за что за дело всю жизнь так ты будешь его обслуживать трудни не девушка должна добиваться парня не девушка должна платить за парня он должен быть финансово обеспеченным и как минимум он должен быть жертвенным следующая заповедь моим дочерям берегите скупердяев он скупердяй в финансах он будет скупердяй в постели он будет скупердяй в служении в прославлении везде скупердяй он и есть скупердяй в духе и в душе и в теле дальше берегитесь грубых людей которые могут легко оскорбить и обидеть вас до свадьбы если это происходит до свадьбы представьте себе что может происходить после свадьбы если уже до свадьбы парень загоняет слезы в депрессию там я не знаю в какие-то страдания девчонку ни за что принципиально требуя от нее и то и другое беги от него и не приближайся к нему на пушечный выстрел когда ты еще ничем не обязана а ты уже как рабыня которая должна выполнять это террорист это садист не прикасайся к нему следующая заповедь не спешите сокращать дистанцию как мой батя любил говорить твое от тебя не уйдет воздержание оно делает это чувство настоящим глубоким и содержательным я могу ошибаться у нас у каждого может быть индивидуальная схема но мне кажется что достойно для девушки быть просто вершиной какой-то скалы или какой-то горы а пусть парни добиваются я скажу что если парень заплатил цену если он добивался и добился внимания и взаимности этой девушки он будет ценить мы ценим то за что мы платим если мы не заплатили как мы просто так взяли так просто мы и выкинули девушка на скале а парень альпинист как иисус доказал свою любовь делом взбираясь ради церкви на вершину горы Голгофы в конце концов умирая ради нее так и парни как иисус христос должны подняться на свою вершину тебе может быть нужно уничтожить свои амбиции и доказать что ради тебя ради общего счастья ради общей цели я готов с тобою двигаться до конца своей жизни самый величайший эталон для подражания это отношения Христа и церкви и если парни будут искать эталон для подражания во Христе Иисусе как Христос добивался церкви никто из нас не ошибется там нет ничего банального там нет ничего примитивного там есть все самое возвышенное потому что Иисус настоящий мужчина тема семинара преодолевая несоответствие я скажу ребята кто хочет выйти замуж тот выйдет замуж хочешь выйти замуж выходи ты не выходишь замуж только потому что ты не хочешь я уже говорил что самое главное это движущая сила это хочу все все некрасивых женщин не бывает красота она многогранна и уникальна и я скажу самое главное чтобы была жизнь внутри чтобы в женщине проснулась женщина чтобы в женщине женщина не умерла все поэтому самое главное разбудить внутри себя женщину это то же самое относится и к мужчине во многих мужчинах умер мужчина поэтому это какое-то существо нет мужчина должен проснуться внутри и я еще скажу одну важную мысль которая на мой взгляд является существенной семья ради семьи это эгоизм я повторяю для чего Бог Еве подарил Адама а для чего Бог Адаму подарил Еву для великой цели владычествуйте и обладайте землей кто-то из партнеров должен быть носителем большого откровения в каждой настоящей порядочной семье должно быть откровение о жизненной цели и именно когда семья подчинена жизненной цели вот это состоявшаяся семья вы знаете это скучно когда муж любит жену жена любит мужа но только они не служат у них нет предназначения у них нет цели мещанство мещанство они строят свое гнездо приобретают одно за другим все от того что они процветают никому ни холодно ни жарко Бог не творил семью для мещанства Бог сотворил семью для преображения этого мира когда я женился у нас уже была жизненная цель ее можно сформулировать в четырех словах прежде всего ищите царство Божье когда мы встречались я уже говорил в ту пору моей будущей супруги я тебе не обещаю золотых гор пойми такую вещь ты должна знать за кого ты выходишь замуж я не обещаю тебе двух зарплат я не обещаю тебе большого дома я должен тебе сказать что ты выходишь замуж за Божьего служителя мне было там 20 лет я пришел с армии и я ей говорил что знаешь я буду служить Богу и я очень хочу чтобы ты тоже могла вместе со мной служить Богу ребят это был разговор когда я не был крещен Духом когда никто не говорил о жизненном предназначении когда никто не говорил о большом призвании мы в баптистской церкви вы знаете о чем проповедили в баптистской церкви там не знаю 40 лет назад и я себя не видел нигде кроме как в служении Богу какое это служение я не знал проповедовать буду музыкантам не знаю кем я говорю ну ты должна знать что ты замуж выходишь за служителя мы будем проповедовать Евангелие а как уж сложится материальная жизнь я говорю Бог это усмотрит я это говорил я смотря в глаза я говорю мы будем искать прежде всего царство Божие в ответ она мне заявила я говорит насмотрелась на эти деньги я говорит в 13 лет хотела закончить жизнь самоубийством и если бы не Бог пришел ко мне в 13 лет и не показал мне свою благодать вообще меня бы здесь не было поэтому я знаю кто такой Бог и мне не нужны две зарплаты я знаю Бога и я тоже имею жизненную цель служить Богу мы договорились до свадьбы мы выбрали жизненную цель и мы сказали мы будем служить Богу друзья мои жизнь человека не зависит от изобилия его имения жизнь человека зависит от того что у тебя есть жизненная цель служения Богу прежде всего ищите Царство Божие договоритесь о самом главном самом начале и вы не ошибетесь потому что Бог благословляет изначально решение даже любовь это не эмоции а решение служение Богу это не эмоции это решение может в начале этих эмоций нету они придут позже но вера это решение и любовь это тоже решение и выбор партнера может быть это тоже решение мы со своей женой обнаружили соответствие мы обнаружили со своей женой родство душ мой мир внутренний мир мои интересы для моего партнера он интересен и путешествовать по лабиринтам моего мира для нее представляет большой интерес и в то же время когда Ольга открывала мне свой внутренний мир чем она живет от чего она страдает чем она восхищается мне было интересно путешествовать по лабиринтам ее души я благодарен Богу что до сих пор то что я делаю интересно моей жене и то что жена делает интересно для меня спустя 25 лет после того когда мы еще зеленые не оперившиеся сидели там на проспекте Гагарина там шумели эти деревья дошел и мы говорили мы будем служить Богу ты должна знать за кого ты выходишь замуж и она говорит я тоже Богу служить буду и все мы сидели не зная что мы говорили но я благодарю Бога что то о чем мы говорили оно становится жизненной целью оно становится жизненным руслом в котором мы движемся до сегодняшнего дня тема семинара обочины при выборе партнера в выборе партнера существует две обочины пассивная обочина и активная давайте посмотрим как выглядит обочина активная о вопросах выбора партнера вторая книга царств 13 глава и было после того у Весолома сына Давида была сестра красивая по имени Фомарь и полюбил ее Амнон сын Давида красота это очень ответственная штука с ней надо справиться кто-то сказал что красота спасет мир может быть если она будет в руках Божьих но если красота будет в руках дьявола то эта красота уничтожит весь мир и скорбел Амнон до того что заболел из-за Фомари сестры своей ибо она была девица и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею вероятно у Амнона был опыт с другими девушками которые сдавались в легкую и просто но вот она была девственница она была невинная множество попыток переспать с ней завоевать ее доверие заканчивались полной неудачей но Амнона был друг по имени Ионадав сын Самая брата Давида Ионадав был человек очень хитрый скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты про Ионадава написано что он был человек хитрый к благородным людям эта характеристика никогда не могла относиться потому что мудрость это характеристика Бога хитрость это характеристика древнего змея Ионадав был человек хитрый и он сказал ему отчего ты так худеешь с каждым днем сын царев не откроешь ли мне и сказал ему Амнон Фомарь сестру Весолома брата моего люблю я и сказал ему Ионадав ложись в постель твою притворись больным и когда отец твой придет навестить тебя скажи ему пусть придет Фомарь сестра моя и подкрепит меня пищей приготовив кушанье при глазах моих чтобы я видел и ел из рук ее Лёг Амнон притворился больным и пришел царь навестить его и сказал Амнон царю пусть придет Фомарь сестра моя и испечет при моих глазах лепешку или две и я поен из рук ее и послал Давид к Фомаре в дом сказать пойди в дом Амнона брата твоего и приготовь ему кушанье даже Давид Божий помазанник он не не заподозрил здесь ничего опасного поскольку Давид любил своих сыновей и готов был ради их блага заплатить любую цену он даже здесь не заметил никакого подвоха и выполнил требования Амнона и пошла она в дом брата своего Амнона а он лежит взяла муки и замесила изготовила перед глазами его испекла лепешку взяла сковороду и дала бы ему по голове но не но она не догадалась что ее ожидает здесь а жаль и взяла сковороду и выложила перед ним но он не хотел есть и сказал Амнон пусть все выйдут от меня и вышли от него все люди и сказал Амнон Фомари отнеси кушание во внутреннюю комнату и я поем из рук твоих взяла Фомари лепешки которые приготовила и отнесла Амнону брату своему во внутреннюю комнату ой-ой-ой-ой и когда она поставила перед ним чтобы он ел то он схватил ее и сказал ей иди ложись со мною сестра моя но она сказала нет брат мой братья-сестры не бесчести меня ибо так не делается в Израиле не делай этого безумия и я куда пойду я с моим бесчестием и ты ты будешь одним из безумных в Израиле ты поговори с царем он не откажет отдать меня тебе но он не хотел слушать слов ее преодолел ее изнасиловал ее и лежал с ней потом возненавидел ее Амном величайшей ненавистью так что ненависть какой он возненавидел ее была сильней любви какую имел к ней и сказал ей Амном встань уйди и Фомарь сказал ему нет прогнать меня это зло больше первого которое ты сделал со мною но он не захотел слушать ее и позвал отрока своего который служил ему и сказал прогони эту от меня вон и запри дверь за нею на ней была разноцветная одежда ибо такие верхние одежды носили царские дочери девицы и вывел ее слуга вон и запер за нею дверь и посыпала Фомарь пеплом голову свою и разодрала разноцветную одежду которую имела на себе и положила руки свои на голову свою и так шла и вопила и сказал я весолом брат ее не омнон ли брат твой был с тобою но теперь молчи сестра моя он брат твой не сокрушайся сердцем твоим об этом деле и чем эта история закончилась я думаю вы хорошо знаете закончилась кровавой местью перед нами на лицо трагедия тема семинара обочины при выборе партнера давайте проанализируем с чего все началось красота это не всегда престиж красота иногда это крест который должны нести как мужчины так и женщины вы знаете быть невзрачным подчас может быть более безопасно и менее ответственно потому что на красивых людей всегда обращают внимание вокруг красивых девушек вокруг красивых парней обязательно будет очень много желающих и разобраться в столь серьезном окружении красивым людям бывает сложнее чем обыкновенным и заврядным людям когда тебе в любви признаются пять человек подряд и ты должен стоять и выбирать согласитесь это подчас бывает очень сложной задачей в народе говорят не родись красивой а родись счастливой так вот если бог наградил тебя этим даром постарайся справиться с этим даром постарайся чтобы эта красота не разрушила твою судьбу постарайся чтобы эта красота создала красивую семью красота дается не для разрушения красота дается для созидания первая мысль ответственность за красоту мы должны эту красоту отдать в руки божьи и тогда эта красота спасет мир в данном случае к сожалению красота оказалась не в руках божьих в данном случае красота оказалась в руках нечестивых людей можно ли все абсолютно вину свалить в сторону Амнона какая степень вины приходится на девушку это вопрос открытый но я точно знаю и говорю со всей ответственностью что если женщина не хочет ее никто никогда не изнасилует психологи утверждают что в 90 случаях изнасилования женщине имели внутри тайное желание однажды оказаться изнасилованным если ты не хочешь ее никогда никто не изнасилует почему необходимо быть духовным человеком почему необходимо быть духовным человеком быть полным Духа Святого потому что если ты полон Духа Святого никакой дух блуда он не сможет одолеть человека который полон Духа Святого я не верю что девушка исполненная Духом Святым которая знает Бога которая встречается с Богом чтобы она была изнасилована Я не верю в это. Я в это не верю. Потому что есть Божья защита. Есть Божьи ангелы. И дух блуда, он всегда слабее любого помазания, которое пребывает на нас. Вот почему мы говорим молодежи. Вот почему мы говорим ребятам, что нужно знать Бога лично. И первая претензия у меня не к Амнону. Первая претензия к девушкам, которые должны быть защищены. Именно помазание защитит вашу невинность. Помазание защитит вашу честь и ваше достоинство. Да, некоторые девушки карате занимаются, некоторые девушки конфу занимаются или что такое. Конфу это фу-фу. Если ты физически хочешь парня отработать, то найдется парень, который тебя физически два раза отработает. Но если ты в духе сильнее парня, тогда никто к тебе не подойдет. Мы говорим нашим девушкам, если ты попадаешь в такую ситуацию, в которой оказалась Фомарь, достаточно тебе включить рычаг молитвы на языках, и ты увидишь, что любой дон-жуан, он просто пятки будут сверкать у него, он будет отбегать от тебя. Потому что помазание такую жути наведет на этого человека, что он забыл, что он хотел. Я говорю это вполне серьезно. Девушки, не надо кокетничать в таких ситуациях. Надо знать, что твоя защита в Боге, твоя защита в Духе Святом, и молитва на иных языках, это такая кувалда на любую твердыню, которую дьявол предпринимает против тебя. И когда ты молишься на языках, тебя изнасиловать невозможно. Тебя ограбить невозможно. Тебе никакого зла нельзя причинить, если ты будешь молиться в Духе Святом. Не надо идти на курсы боевых восточных искусств. Иди в библейскую школу, иди в церковь и молись на языках. И ты увидишь, что тот, кто в тебе, он больше того будет, кто в этом мире. Читаем дальше. И полюбил ее Амнон, сын Давида. Урок здесь такой. Если у тебя возникает какая-то волна, тяготение, магнетизм, какой-то взрыв чувств, мы должны произвести экспертизу своих ощущений. У тебя возникли чувства по отношению к этой девушке, или у тебя возникли чувства по отношению к этому парню. Окей. Не любое чувство называется любовью. Потому что чувства могут приходить от дьявола, и чувства могут приходить от Бога. Любовь приходит от Бога, а похоть от дьявола. А поскольку человек подвержен влиянию и от Бога, и человек подвержен влиянию от дьявола, мы должны анализировать, фильтровать, не только свои слова, мы должны фильтровать свои ощущения. Любовь и похоть, если поверхностно это все разглядеть, выглядит одинаково. Это магнетизм, это тяготение, это симпатия, это страсть. Это страсть. В любви есть страсть и в похоти есть страсть. То есть есть сумасшедшее желание, сумасшедшее желание близости с этим человеком. Как справиться с этими чувствами? Стоит ли бороться или отдаться во власть этой волны, этой бури? Мы должны анализировать, откуда пришла эти чувства. Вы знаете, они выглядят одинаково, но корни или источники разные? Писание говорит, не давайте место дьяволу. Противостаньте дьяволу твердой верой, и он убежит от вас. И когда дьявол убегает от нас, и похоть уходит от нас. И когда дьявол уходит, и похоть уходит, ты просто чувствуешь, подожди, а чем я восхищался? Дьявол как будто тебе розовые очки одевает. Дьявол как будто накачивает тебя, как наркота, сердце стучит. У тебя возбуждение, у тебя какое-то сумасшествие, и тебе кажется, все или сейчас, или никогда. Оказывается, это просто буря, это просто какой-то взбрыг. Для того, чтобы произвести экспертизу своих ощущений, мы должны знать, чем похоть отличается от любви. Любовь служит ближнему, похоть удовлетворяет себя. Если это настоящая любовь, то ты заботишься главным образом, вопросом, что бы я мог сделать, чтобы этот человек почувствовал себя счастливым. То есть, любовь занимается искусством делать счастливым тех, кто рядом с тобой. Любовь служит ближнему, а похоть заставляет ближнего служить тебе. Не заставляет, требует, обязывает. Первое. Проверь. Кого ты хочешь делать счастливым? Ее или себя? Если себя, это похоть. Если ее, то это любовь. Ты знаешь, что это жертва. Ты знаешь, что это преступно. Ты знаешь, что это нарушение всех норм. Но тебе плевать хотелось на все эти нарушения. И ты приносишь в жертву этого человека ради собственного наслаждения. Это опасный синдром. Берегитесь. Потому что это дьявол, это бесы. Это плоть. Это похоть. Любовь. Себя приносит в жертву ради счастья ближнего. Как Христос. Ради счастья твоего и моего. Он пошел на Голгофский крест. Его гвоздями приколотили ко кресту. Он умер. Он себя в жертву принес. Ради счастья твоего и моего. Вот что такое любовь. А когда ты ближнего распинаешь ради своего удовлетворения. Вот это есть зло и это есть похоть. Любовь никогда не вредит помазанию, духовному служению и здоровью. Потому что любовь это созидающая сила с неба. Поскольку любовь от Бога и помазание от Бога, то одно другому не вредит и не мешает. Если это настоящая любовь, то твое помазание еще больше поднимается, потому что вера движимая любовью. И твое физическое здоровье. Извините, когда вы видали влюбленных. Я думаю, они и выглядят симпатичнее, они красивее. У них походка другая, у них слова другие. Любовь облагораживает человека. Любовь не уродует человека. А похоть наносит непоправимый ущерб и твоему духовному служению, твоей молитве, твоему поклонению. Сохнешь, болеешь, как омном. Ты уже не знаешь все, ты лежишь, у тебя все всыпется из рук. И ты не знаешь, что, что тебе, я влюбился. Эй, больной, ты попался, а не влюбился. Разница любви и похоти. Любовь никогда не вредит помазанию и физическому здоровью. Похоть наносит непоправимый ущерб и тому, и другому. Любовь никогда не перестает, а похоть – это кратковременное явление. Чем отличается любовь от похоти? Любовь не делает ближнему зла или служит ближнему. А похоть эгоистична и в одностороннем порядке удовлетворяет собственные потребности. Любовь приносит себя в жертву ради счастья ближнего. Похоть приносит в жертву ближнего ради своего наслаждения. Проверь, кому ты хочешь принести счастье – ему или себе. Любовь никогда не вредит помазанию и физическому здоровью. Если твои отношения, твоё служение, твоя духовная жизнь не терпит никакого ущерба, будь спокоен и жди, что однажды Бог поставит печать. Потому что любовь от Бога, помазание от Бога, служение от Бога – оно всё вместе, оно друг другу противоречить не может. А похоть наносит непоправимый ущерб и духовному состоянию, и физическому состоянию. И дальше. Любовь никогда не перестаёт. Если Бог дал тебе чувства, знай – буря, разлука, ссора ли, или вы в хороших дружеских отношениях, неважно. Это как стабильное внутреннее чувство. Любовь от Бога, она не перестаёт, она будет двигаться, и твоё от тебя никогда не уйдёт. А похоть, как резко пришла эта страсть, так резко эта страсть, и уйдёт, как Амнон изнасиловал, кинул её, и возненавидел её. И ненависть к этой женщине у него была больше, чем та любовь, которая была. Вот это демонический приступ. Девушки, не променяйте свою честь и своё достоинство на кратковременную вспышку вот этой похотливой страсти тех парней, которые добиваются вас. Будьте в Духе Святом, верьте Богу, молитесь на языках. Это ваша духовная защита. Это гарантия вашей неприкосновенности. Парни, следите за собою, чтобы вам не разделить вот участь этого несчастного человека. Настоящая любовь не высушит вас. Настоящая любовь сделает вас прекрасным и благородным. В конце концов, мы должны управлять собою. Мы должны понимать, что тот человек, кто владеет собой, он больше завоевателя города. Мало ли, что тебе хочется. Побеждай. Бог говорил Каину, грех у дверей сердца твоего. Он влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним. Мы можем с силой Божьей обуздать свои чувства. И никогда, никогда, пусть не придёт к тебе этой жуткой мысли изнасиловать. Это самое позорное преступление. Это самое отвратительное явление в жизни. Это самое страшное преступление, которое в мире презирается. И презирается даже не только на свободе, и даже в зоне. Даже среди заключённых. Люди, которые совершили это преступление, они находятся там в презрении. Не убегай. Не убегай от Бога. Иди к Богу и скажи, Бог, помоги мне разобраться, чтобы не дай Бог повторить вот этой трагедии, которая произошла в царской семье у Давида. Побеждая похоть или береги честь с молоду. И дальше. Любовь никогда не перестаёт. Если Бог дал тебе чувства, знай, буря, разлука, ссора ли, или вы в хороших дружеских отношениях, неважно. Это как стабильное внутреннее чувство. Любовь от Бога, она не перестаёт, она будет двигаться, и твоё от тебя никогда не уйдёт. А похоть, как резко пришла эта страсть, так резко эта страсть и уйдёт, как Амнон изнасиловал, кинул её и возненавидел её, и ненависть к этой женщине у него была больше, чем та любовь, которая была. Вот это демонический приступ. Девушки, не променяйте свою честь и своё достоинство на кратковременную вспышку вот этой похотливой страсти тех парней, которые добиваются вас. Будьте в Духе Святом, верьте Богу, молитесь на языках. Это ваша духовная защита. Это гарантия вашей неприкосновенности. Парни, следите за собою, чтобы вам не разделить вот участь этого несчастного человека. Настоящая любовь не высушит вас. Настоящая любовь делает вас прекрасным и благородным. В конце концов, мы должны управлять собою. Мы должны понимать, что тот человек, кто владеет собой, он больше завоевателя города. Мало ли, что тебе хочется. Побеждай. Бог говорил Каину, грех у дверей сердца твоего. Он влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним. Мы можем с силой Божьей обуздать свои чувства. И никогда, никогда, пусть не придёт к тебе эта жуткая мысль изнасиловать. Это самое позорное преступление. Это самое отвратительное явление в жизни. Это самое страшное преступление, которое в мире презирается. И презирается даже не только на свободе, и даже в зоне. Даже среди заключённых. Люди, которые совершили это преступление, они находятся там в презрении. Не убегай. Не убегай от Бога. Иди к Богу и скажи, Бог, помоги мне разобраться, чтобы, не дай Бог, повторить вот этой трагедии, которая произошла в царской семье у Давида. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Смотри, кто в обойме твоих друзей. Вы знаете, если бы в числе друзей Амнона находился порядочный друг, который бы сказал, ты одумайся, ты знаешь, это проблема, давай я помолюсь за тебя, давай я помогу тебе вырваться из этого заколдованного круга, то я думаю бы, исход этой истории или результат этой истории имел бы совершенно другое развитие. Посмотрите, кто вас окружает, ребята. Если рядом с вами блудники, ты знаешь, что твой друг, он занимается нечистотой, он пьёт, он гуляет, и ты дружишь с ним, и оправдываешь его грех, ты ему не друг. Ты наносишь ему ущерб. Настоящий друг не тот, кто покрывает и оправдывает грех. Настоящий друг, который обличает его. Настоящие друзья не те, кто вытаскивает из церкви и поощряет или оправдывает эти греховные эксперименты. Настоящий друг — это который говорит тебе в глаза правду и говорит, пойдём к Богу, пойдём покаемся и пойдём освободимся от этого греха. Фомарь осталась наедине со Мноном. И мой практический совет. Девушки не должны оставаться наедине с парнем, если не определены решения. Молитва, отче наш, один из пунктов, не веди нас в свое искушение, но избавь нас от лукава. Вы знаете, уединение парня и девушки может закончиться плачевно и трагически. Даже самые духовные вещи. Давай, давай, приезжай ко мне на квартиру, мы помолимся. У нас будет ночная молитва. А кто участвует? Один брат и одна сестра. И что они будут? Они будут молиться за пробуждение в Латвии. Вы знаете, чем эти молитвы заканчиваются? Начавши духом, они заканчивают плотью. Вы знаете, хотите или не хотите, когда мужчина наедине с женщиной возникают по-любому инфлюенсы, все устроены одинаково, возникают какие-то душевные связи, и вы знаете, это питательная среда для возникновения всякой нечистоты и всякого безумия. Мой друг один из Беларуси, бизнесмен, ехал из Минска в Москву, поезд уже отправлялся, он едва-едва успел, а СВ-вагон там двухместный, купе там, два места всего лишь, открывает вагон, ах, перед ним мечта его молодости. Клаудия Шифер со всеми должными параметрами, с такими ногами, с таким бюстом, с такими глазами, ну, короче, то, о чем он мечтал в молодости, и сидит томным взглядом на него смотрит, он заходит и обомлел. У него сразу здесь короткое замыкание, что я буду с ней делать всю ночь? Пока он чемоданы складывал под эту полку, он говорил, «Господь, да минует меня чаша сиян, спаси меня». Положил, сел напротив. Это просто искушение. Ехать с такой женщиной всю ночь, и начинаются сразу басни. «Ты знаешь, мой муж, собака, грубиян, выгнал». Я уже так давно не чувствовал нежности. Он говорит, «Я чувствую, у меня маргарин под ногами, меня несет, и если я еще промолчу чуть-чуть, все, я просто как кролик, уже ползу в пасть вот этой вот гремучей змеи». А причем она воплощение моей мечты. Вот все, что у нее есть, оно привлекательно. И глаза, и фигура, и руки, и ноги, и все, что между руками, и все остальное, и страсти. Вот просто поднимается, думаю, «Храни меня, Бог, я же живой человек». И я понял, что если я сейчас не вскочу, не скажу, что я, кто я, куда я, против кого я, то я пропал. Когда эта женщина закончила свой монолог, типа, «Давайте выпьем за дружбу», он вскочил, сказал, «А теперь я должен тебе сказать, кто я? Я Юра Карманович, у меня жена, трое детей, и сейчас жена беременна четвертым. Я христианин, и до того, как я покаялся Богу, я тоже бегал за упругими попками, и мне нужно было это тоже, сейчас это мне ничего не нужно. Я покаялся, Бог освободил меня от блуда, если хочешь, я помолюсь о тебе, и Бог тебя от этого свобода». Идиот! встала, грудью его оттолкнула, вышла из купе и вернулась только к утру. Обломалась. Он сел, «Господи, спасибо тебе!» Добро пожаловать на программу «Секреты счастливой семьи». Тема семинара «Побеждая похоть» или «Береги честь с молоду». Еще одна ситуация. У нас в церкви была девушка. Я понимаю, что всем хочется любви, всем хочется взаимности. И она тоже молилась и просила, чтобы Бог дал мужчину. И мужчина пришел. Он был бизнесмен. Она познакомилась с ним. И до брака она уже переспала с ним. Ей казалось, что если она покажет свою откровенность до брака, она завоюет больше авторитета. Но, к сожалению, ситуация сыграла другим боком. Потому что настоящие мужчины, которые приходят в церковь, у которых есть большой-большой донжуановский опыт в мире, они рассчитывают найти здесь женщин другого сорта. Они рассчитывают здесь найти девушек другого сорта. Ибо если женщины в мире ничем не отличаются от женщин, которые в церкви, что такое тогда церковь? И она думала, что после этого она приобретет его сердце и завоюет. Но наутро, когда они завтракали, он ей сказал фразу, «А что, у вас в церкви все такие? А здесь фарисеи, а здесь маски одевают». И вы понимаете, наша репутация, это репутация церкви. И через мой жизненный опыт люди смотрят на нас. А потом мы начинаем говорить, «Приходите в церковь, Иисус там вас любит». Да-да, и девушки нас тоже любят. Что дальше происходит? Эта сестра была у меня в офисе. Она показывала мне синяки. Говорит, он меня бьет. Он гуляет. По три дня не приходит. И когда я пытаюсь задать вопрос, он мне сразу в лицо. «Молчи, ты меня еще будешь спрашивать, где я был?» Он пришел в церковь за спасением. Он переживал здесь благодать. Он потянулся к Богу. Он хотел увидеть здесь контраст. Он хотел здесь увидеть то, чего он не мог увидеть в мире. Но когда здесь христиане показывают такую же грязь, такую же мерзость, человек притыкается, ожесточается, и потом начинает проклинать и Бога, и церковь, и все христиане. Чем вся эта история закончилась? Она убежала в Россию. Развод, развал. Похоть наносит непоправимый ущерб. И твоей семейной жизни, и твоему духовному служению, и твоему физическому здоровью. Похоть никогда ничего еще не строила. Поэтому храни себя чистой. Хотя сегодня пропагандируются в школах, на телевидении, что если у тебя не было мужчины до брака, ты типа дефективна. Нет, это вы дефективные, которые до свадьбы, вы уже как проходной двор, которые провели через себя уже сотню мужиков. Это ненормально. Нормально иметь честь, невинность, девственность, и подарить это как великий дар тому, с кем ты будешь жить всю свою жизнь. Мы должны популяризировать невинность. Мы должны просто говорить девушкам и парням, что быть невинным до брака, это круто. Это сильно. На это способны сильные люди. Вопрос не в том, чтобы плакать над сбежавшим молоком. Вопрос, чтобы мы извлекли из этого уроки. Я верю в святость и праведность. Я верю в чистоту нашего поколения, наших девушек и наших юношей. Смотрите, Иосифу Патифара. Здесь уже другая тема. Только уже жена Патифара сохла по Иосифу. Коварство женщины заключалось в том, чтобы осквернить чистого, непорочного мужчину. Он был красивый Иосиф. Иосиф был, ну, извините, пожалуйста, он был приятной внешностью, но он был невинный. Именно эта невинность, она привлекает. Когда он пылесосил, когда он там стриг траву, чистил эти бассейны, она и за штор смотрела. Ох, какой мужчина! Что вы думаете, Иосиф не понимал этого? Что вы думаете? Он был бревном бесчувственным. Он тоже был мужчиной. И ему тоже чего-то хотелось. Но он знал Бога. Он знал свое предназначение. Он знал, для чего он живет. И он не собирался себя приносить в жертву мимолетным страстям. И вот наступает день. Они остались вдвоем. Увидев его одного, она как пантера подкрадывается к нему, хватает его за одежду, говорит, ложись со мной. Он говорит, прекратите. Вы что, ваш муж дал мне в этом доме все и сказал, я даю тебе все абсолютно, кроме моей жены. Жена, это моя. Все остальное ты можешь просто использовать. Это было как в Едемском саду. От всякого дерева можешь есть. Но только вот с этого дерева, дерево познания добра и зла, не вкушая, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. И здесь Патифар, он как Бог в Едемском саду сказал Иосифу, от всякого дерева, можешь все, что угодно делать в этом доме. Только одно есть запретный плод, это моя жена, но не трогай ее. И все будет в порядке. Адам вкусил запретный плод, Иосиф отказался. И когда она схватилась за него, он сказал, нет, убегайте, блуда. Писание говорит, убегайте от блуда. И когда ты видишь, что здесь пахнет керосином, либо начни проповедовать, либо делай ноги. Что и сделал Иосиф. Ну, естественно, коварство женщины не знает пределов. Оскорбленная отказом, она поднимает целую волну грязной клеветы. Он хотел изнасиловать негодный еврей, но он остался свят, он остался чист и непорочен. Поэтому я желаю всем ребятам, всем мужчинам, у которых есть от Бога предназначение, у которых от Бога есть цель в жизни, не променяйте жизненную цель на ничтожные, мимолетные мгновения сладострастия. Там Библия описывает еще один герой, Самсон, у которого были большие мышцы, большая сила и, к сожалению, очень слабый дух. Меня всегда удивляет вопрос, что связывало Самсона и Долиду? Ну, что их связывало? Великая любовь, любопытство, романтичность, скорее всего, какая-то дурацкая похоть. Похоть, она отключает здравый смысл. Посмотрите, Долида спрашивает, а в чем у тебя сила? Вот если меня сырыми там тетивами свяжут, вот тогда все, у меня сила отойдет. Его связали, и филистимляне нападают. Он порвал и разогнал их всех. Здесь здравый смысл бы включил, и он бы должен был задать вопрос, с кем я имею дело? Она играется на самых святых чувствах. И она все-таки доконала его. И он говорит, ну, если вот срежут мои косы, перед кем ты открываешься? Перед кем ты открываешь свои секреты? Господи! Срезали ему косы. Глаза выкололи и отвели его молоть. Молодь! Со всеми рабами. Слепой помазанник Божий. Вместе с рабами гремит цепями и мелет нафилистимля. Вот цена нашего безумия. Вот цена нашего легкомыслия. Вот цена нашей похоти. Вот куда похоть ведет нас. Я не забуду никогда, как Эдвин Кол сказал, блудный сын ушел из отчего дома с похотью к жизни, а вернулся с любовью к жизни. Оказывается, похоть может иметь разные проявления, и не всегда это только сексуальные отношения с представителями противоположного пола. Похоть человек может обнаруживать к жизни. То есть брать от жизни все, что я могу, и не давая ничего взамен. Похотью может обладать человек по отношению даже к церкви. Все ему все должны, все ему служат. Он берет из церкви все, что только можно, но только взамен не отдает ничего. Похотью человек может обладать даже по отношению к Богу. Брать все, Бог прости, Бог исцели, Бог сделай то, Бог защити, Бог утешь, но только ничего взамен не давать. Запомните, похоть приведет нас к свиному корыту. В любом случае. В любом случае. Я делю людей на проигравших и на победителей. победители задавали вопрос, что я могу дать жизни. Проигравшие задавали вопрос, что я буду иметь от этой жизни. И жизнь сказала, ничего. Самое интересное, что когда ты отдаешь жизни, жизнь вернет тебе старицей. Когда ты отдаешь церкви, церковь вернет тебе в тысячу крат. Когда ты отдаешь Богу, Бог вернет тебе. Тысячу крат. Так же, как и между супругами. Если ты жене отдаешь себя, это обернется к тебе и нежностью, и любовью, и благословением. Бог возлюбил мир и отдал. Любовь отдает. Причем отдает самое дорогое. Причем отдает самое сокровенное. Бог отдал и теперь через Иисуса Христа ему возвращается все. В тысячу крат он отдал одного сына Божьего, а сейчас к нему возвращаются миллионы сыновей Божьих, миллионы дочерей Божьих, и спасенных людей будет очень много. Знаете, жизнь эгоистов, похотливых эгоистов скучна, ничтожна и бесславна. Но жизнь тех людей, которые отвергли себя и жили для других, их история будет помнить. Их имена будут чтить, они будут всегда на пьедестале. Похоть это разрушенная любовь, а любовь это разрушенная похоть. И между этими двумя началами идет борьба. Похоть от дьявола, любовь от Бога. И дай Бог нам провести на самом деле окончательную исчерпывающую экспертизу своих ощущений и победить похоть во всех ее проявлениях, где бы она ни была. В семье, в церкви, в обществе и в наших отношениях с Богом. Пусть похоть будет побеждена во всех сферах нашей жизни. И пусть побеждает и торжествует любовь. Потому что любящий рожден от Бога. А все, что рождается от Бога, побеждает этот мир. Спасибо, что вы были с нами. В следующей программе смотрите. Вы вытираешь полотенцем, смотришь, кислые руки, разулся, смотришь, носки прилипают к полу. Куда же это я попал? Она говорит, я быстрее хочу замуж, мне здесь надоело. Э-э-э. Экспортировать данный опыт на мою территорию запрещено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА